Это новый корпус на территории исправительной колонии номер 27 в селе Молдавановка. Здание предусмотрено не просто для преступников, а для заключенных, отбывающих наказание за терроризм и экстремизм. Таких узников в стране около 600. Здесь есть, например, осужденные, которые, помните, взрывы были возле дворца Аспорта, которые устроили перестрелку за городом выше, в горах, например. Вот и их представители, это организация тоже здесь у нас есть. Их жизнь будет ограничена вот этим двухэтажным зданием. Подобных колоний в Кыргызстане всего три. Особенность – полная изоляция радикально настроенных осужденных. Вы сейчас спрашиваете, почему до конца не открывается дверь? Это для чего делаем? Для того, чтобы осужденный нападение не сделал сотруднику. Вот, например, ограничитель называется. При нападении, чтобы контролер успел закрыть дверь. Эта камера трехместная. На той стороне четырехместная. Здесь трехместная. Вот видите, шкафы, кровати – все закреплено. Все насквозь закреплено. Видите? Я вот делаю. Хоть какой силой будете дергать, он не сломается. Вот видите, крепление – это насквозь. Все кровати насквозь, между собой закреплены. Почему террористы и экстремисты должны сидеть отдельно от остальных? Прежде всего, из-за того, что в местах лишения свободы они вербовали в свои ряды других заключенных. Этот человек сидит за терроризм уже девять лет, далее 23 года. Однако вины он не признает. Меня осудили в 2010-м за участие в группе «Джайшуль Махди». Но я ни в чем не виноват. Что касается здешних условий, то ничего плохого, конечно, сказать не могу. Но надо понимать, тюрьма – это тюрьма. Да, раньше мы сидели со всеми. Сейчас что поделать? Нас решили отделить. К нам приходят психологи. Мы с ними разговариваем. Весь распорядок дня расписан по минутам. Заключенным положено гулять полтора часа. Зато ежедневно. В планах открыть производственный участок для желающих трудиться. А за всем этим будут следить камеры видеонаблюдения. Всего их на территории 67. Все территории обхватывает камера. И внутрь обхватывает, и внешняя сторона обхватывается. Здесь все мониторные стоят. Внешняя территория показывает здесь. А какую территорию нам надо будет, а большие мониторные выводят, и будем смотреть здесь. Здание рассчитано на 180 человек. 90 уже разместили на втором этаже. Еще столько же в скором времени этапом доставят со всех колоний республики. Оскар Насипкулов, Кубан Ижбек Мамытов, телеканал Апрель.